Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам отзыв и обзор на роман Харуки Мураками «Убийство Командора». «Убийство Командора» Харуки Мураками написал уже после того, как вышла книга 1Q84. Обзор на 1Q84 вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или в подсказке, а мы переходим к обзору «Убийство Командора». Есть в Токио художник, и он рисует в стиле Нихонго. И этот стиль, он достаточно необычный, и он использует его для создания портретов. И он очень известный, и к нему поступают заказы практически со всей страны. Работает он необычно, не как обычный художник. Обычные художники как? Они сажают перед собой модель, ну, человека, которого нужно нарисовать, и от начала до конца рисуют картину с натуры. Этот художник, который является главным героем этой книги, он рисует по-другому. Он берет, встречается с клиентом три раза, делает три наброска. И после этого он удаляется, и в своем уединении, в своей комнате, в одном из токийской квартир, он заканчивает портрет, дорисовывая его по памяти. То есть то, что он успел запомнить за эти три встречи, то, что он успел набросать себе в эскизы, он дорабатывает этот портрет уже из своей памяти. И однажды он уезжает из Токио, попросив своего друга поселить его в доме отца друга, который умер. И оказывается, что отец друга был знаменитым японским художником, который работал во время Второй мировой войны. И он нарисовал портрет, он нарисовал картину, которая называется «Убийство командора». Картина отсылает к одному из эпизодов войны, когда на площади собрались люди, чтобы казнить командора. И этот отец друга художника, он подглядывал за этой казнью из канализационного люка, приподняв решетку этого люка над головой. И по этой памяти он зарисовал этот портрет, картину. И оказалось, что в этом загородном доме, который находится на удалении от Токио, от шумных городов и так далее, в лесной глуши, на возвышенности холма и перед расщиренной. И получилось так, что этот молодой художник из Токио, он находит эту картину. Находит он ее случайно, потому что про нее начали говорить в его окружении. А он получил, этот молодой художник, он получил заказ от состоятельного человека, который жил, дом которого находится на другой стороне холма, на другой стороне расщелина, на холме. То есть, если мы берем дом художника, в котором живет молодой художник из Токио, расщелина, и на другой стороне расщелина находится дом этого состоятельного человека. Про него ходят легенды, про него почти ничего не известно. Из легенд известно, что он в 80-х годах, его предок сколотил состояние на торговле недвижимости в Японии. И после этого он продал всю свою недвижимость, вывел все деньги в наличку, на банковский счет. И обеспечил вот этому своему потомку безбедное существование. Но потомок тоже оказался непрост. Он продолжает увеличивать свое благосостояние, играя на бирже. И он, этот Мэнсики, этот состоятельный человек, его зовут Мэнсики, он просит у этого молодого художника сделать его портрет. И вот с этого знакомства начинается основная сюжетная линия. Про поиск картины, про нахождение картины с убийства командора, про то, что Мураками опять помещает своих героев в каких-то полуфантастические обстоятельства, что вот этот главный герой должен лезть через канализацию, ища какой-то выход из того дома, где он оказался в другое место. И он оказывается, когда он пролез через эту канализацию, он оказался в колодце, который находится рядом с этим домом. И просидел там 3 или 4 дня без воды и питья. И его в итоге нашли благодаря тому, что этот колодец начали раскапывать до того, с привлечением техники, которую дал Мэнсики. То есть Мэнсики был в курсе, что колодец раскапывает. И благодаря вот этому сотрудничеству друга, который дал ему этот дом, и этого состоятельного человека нашли молодого художника в колодце. Вот эта вся закрутка сюжета, и это еще есть одна тайна небольшая, которая разгадывается в книге относительно самого Мэнсики. И он не просто так обращается к молодому художнику, который поселился рядом с ним через холм. И не просто так, у него есть особая просьба к этому художнику. Но я не буду сейчас рассказывать вот эту ключевую особенность сюжета, из-за чего все началось. Возьмите книгу и все-таки прочитайте. О чем? О чем этот секрет? А теперь об общих впечатлениях. Мураками продолжает свои, скажем так, изыскания в области самокопания, в области мистики, в области какой-то словесности своей. Пытается найти какие-то другие образы, которые раньше он не использовал в книгах. Но здесь видно, что вот в убийстве Командора есть большие куски текста, которые я встречал в других книгах. Это и в Стране чудес без тормозов и Конце света, и в 1Q84, и в бесцветном Цукуру Тадзаки. Книги у меня нет на руках этой книги, я не могу вам ее показать. И в других книгах. То есть было такое ощущение, что у Мураками за 30 плюс лет накопилось много материала, который он не мог в другие книги вставить. И он собрал этот материал, обработал и сделал из... и наполнил свои книги этими текстами. На этом я заканчиваю обзор книги «Убийство Командора». Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления. Всего вам доброго.